Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Одну руку основанием ладони положить на середину грудины пострадавшего. Вторая рука обхватывает нижнюю, сцепляя в замок. Локти должны быть выпрямлены. Плечи наклонены над пострадавшим так, чтобы между руками врача и грудной клеткой пострадавшего образовался второй прямой угол. Раз, два, три, четыре, пять... Компрессии проводят со скоростью от 100 до 120 в минуту. Соотношение числа компрессий ко вдохам – 30 к 2. Глубина компрессии должна составлять у взрослого 5-6 см. После компрессии необходимо произвести два активных вдоха в легкие пострадавшего. Для этого врач должен открыть дыхательные пути, открыть рот пострадавшего и закрыть нос. Герметично прижав свои губы ко рту пострадавшего, необходимо произвести один спокойный вдох в течение 1-1,5 секунд. Критерием эффективности вдоха является экскурсия грудной клетки. Для пассивного выдоха врач должен убрать губы с лица пострадавшего и проследить, чтобы грудная клетка опустилась под действием силы тяжести. Затем произвести второй вдох. После пяти циклов, то есть через 2 минуты, необходимо вновь оценить наличие дыхания. Если оказывающих помощь двое и больше, то один определяет наличие дыхания, а второй определяет наличие пульса на сонной артерии за 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. При проведении сердечно-легочной реанимации у ребенка от 1 до 8 лет рекомендовано компрессии грудной клетки проводить одной рукой с соблюдением всех правил реанимации подростка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Если оказывающих помощь двое, то один человек проводит компрессии, второй проводит дыхательные движения. Соотношение компрессии и ИВЛ 15 к двум. Глубина компрессии 3-4 сантиметра. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Субтитры создавал DimaTorzok